Минск уступил первое место в стране по средней зарплате, но даже не шахтерам и не нефтяникам. Суды над депутатами становятся обыденностью. Еще одно промышленное предприятие сделало свою продукцию тайной. Об этом и не только. Ближайшие несколько минут. В Витебской области с начала года судили уже 8 депутатов. Совсем недавно чиновника Леотинского райсовета Михаила Зазита. Его вместе с помощницей обвиняют в служебном подлоге. Ранее на скамью подсудимых попали сразу три депутата сельсоветов. Андрей Героев обвинялся в незаконных действиях с огнестрельным оружием. Анастасия Тобольжина в мошенничестве в крупном размере. Бронислав Филипенок в хищении. За превышение власти был осужден бывший заместитель председателя Оршанского райисполкома Андрей Константинов. В Шумилинском районе была признана виновной в служебных подделках главный зоотехник сельского предприятия Мишневич и Мария Борисова. Депутата Витебского городского совета Антона Дубовика следствие считает виновным в получении взятки. И складывается ощущение, что этот список можно продолжать бесконечно. На Жозенском кузнечном заводе тяжелых штамповок ввели систему контроля доступа на этажи. На входных дверях уже установлены считыватели, которые будут пускать внутрь только тех работников, у которых есть соответствующий заводской пропуск. Как сообщает официальный телеграм-предприятие, эта мера необходима для повышения безопасности и обеспечения конфиденциальности информации. Стоит отметить, что кузнечный завод тяжелых штамповок много лет производит узлы и детали к автомобилям, запчасти сельхозмашин, пружины, строительные материалы и товары народного потребления. Производство этих товаров вряд ли может быть чем-то тайным. И уж тем более странно, что раньше никакой конфиденциальности не требовалось, и вот она неожиданно понадобилась. Судя по всему, завод начинает изготавливать продукцию, которая пока еще неизвестна, хотя учитывая постепенный перевод всех действующих предприятий Белоруссии на обслуживание российской оборонки, определенные выводы напрашиваются сами собой. В Гомеле снова ремонтируют уже легендарное крыльцо обл. исполкома. Дело в том, что на его предыдущую реконструкцию уже потратили 400 тысяч долларов, за которые можно было заново отстроить как минимум половину самого здания. За эти деньги уменьшили крутизну слонов крыльца. Построили систему отведения дождевой воды, сделали подогрев и ландшафтное подсвечивание. Причем подсветили не только крыльцо, которое, к слову, сделали гранитным, но и елочки возле него. Однако всего этого чиновникам снова показалось мало. На сайте госзакупок в мае снова появился тендер на ремонт крыльца обл. исполкома. Из него следовало, что на демонтаж и починку гранитной облицовки нужно 35 тысяч долларов. 11 июля на сайте госзакупок было написано, что тендер не состоялся. Но ремонт крыльца все еще идет. Отметим, гомельские чиновники очень любят непомерные траты из госбюджета. Так, еще двумя легендами города стали флагшток за 500 тысяч долларов и общественный туалет за миллион долларов. Минск больше не занимает первое место в стране по средней зарплате. Новым лидером этого рейтинга стал Островец. Там сейчас зарабатывают 955 долларов грязными в эквиваленте. Причем средняя зарплата в самой Гродненской области составляет 578 долларов. В столице средняя зарплата за май составила 864 доллара, а после уплаты налогов примерно 755. Что касается областей, то здесь все осталось без изменений. Самая высокая средняя зарплата грязными в Минской области 452 доллара, причем в Солигорском районе 863. В Брестской области 559 долларов, в Витебской 547, в Гомельской 588 долларов. Самая низкая зарплата в Могилевской области 534 доллара. Девушку из Жлобина осудили за протесты 2020 года, а доказательством ее вины стала рубашка. Согласно обвинению, 9 августа в Жлобине она присоединилась к толпе людей, вышла на шоссе, хлопала в ладоши, громко кричала, выкрикивала различные лозунги и отказывалась выполнять требования милиции. На суде девушка сказала, что не выкрикивала лозунгов, не стояла в цевке, не применяла физическую силу к сотрудникам милиции, не бросала в них какие-либо предметы. А когда милиция стала подходить к толпе и выталкивать горожан с проезжей части, она пошла домой. В конце апреля этого года силовики провели у нее обыск и обнаружили рубашку, которую сравнили с записями камер видеонаблюдения и установили, что именно в ней девушка была в тот вечер на акции протеста. Как итог, полтора года домашней химии. В Витебске собираются построить свой Софийский собор, который будет выглядеть как копия древнего поводского храма XI века. Сейчас проводятся общественные обсуждения, а собор собираются построить на левом берегу Западной Двины. Здесь также планируют благоустроить территорию, проложить пешеходные дорожки и установить скульптуры. Ранее копию Софийского собора собирались возвести в Витебском парке партизанской славы. Однако в 2016 году горожанам удалось предотвратить стройку, после чего инициатива заглохла на несколько лет. Спустя три года копию храма планировали возводить на площадке между торговым центром Беларусь и бывшим еврейским кладбищем. Но в 2020 выяснилось, что здание собора по площади будет еще больше, чем то, что планировалось в парке. Поэтому место строительства снова перенесли. И это все на сегодня. Наша съемочная команда побывала вчера на встрече Светланы Тихановской с главами МИД иностранных государств и других западных политиков, которая проходила в рамках саммита НАТО. Подробности этой встречи уже можно посмотреть по ссылке в описании в нашей еженедельной рубрике «Горячий комментарий». Не забывайте также про лайки, комментарии, подписку. И обязательно жмите на колокольчик, благодаря чему YouTube сам будет информировать вас о всех наших публикациях. До встречи завтра и живи Беларусь!